В Екатеринбурге больше сотни людей, мечтавших поучаствовать в прибыльном бизнесе, теперь думают над тем, как же сделать так, чтобы их история легла в основу уголовного дела. Дело в том, что более 70 миллионов рублей они спустили на перчатки. Причем производить эти самые перчатки должны были якобы по заказу Министерства обороны. В итоге более ста доверчивых граждан взяли десятки кредитов банков и в итоге передали деньги своей знакомой, которая этот бизнес организовала. Самое интересное, что доказать что-либо будет очень сложно, потому что все деньги они передавали по доброй воле. Мало того, перед тем, как запустить эти деньги в бизнес, в производство, побывать на этом производстве люди так и не смогли, потому что организаторы бизнеса заявили о том, что дело вроде как касается военных, а военные люди серьезные, обманывать не привыкли. Но и на производство пускать они тоже не будут. Сколько прошло времени после подачи вашего заявления в правоохранительные органы? В конце октября будут три года. Какие действия или бездействия предпринимают правоохранительные органы в данной ситуации? Ну, они ситуацию очень долго тянули, тянули и дотянули до того, что сейчас главная обвиняемая, мошенница Конникова Марина, по некоторым данным, умерла год назад. Исчезла и сама Марина Конникова. Мы нашли ее в пригороде Екатеринбурга. Уже несколько месяцев женщина не встает с постели из-за тяжелой болезни. У нее этих денег нет. С нами беседует мать Марина. По словам пенсионерки, схему по сбору денег придумали какие-то люди из Москвы. А дочь всего лишь хотела заработать на лекарства. С каждого человека было всего пять тысяч. Она эти деньги передавала? Она передавала эти деньги. А кому? Приезжали люди. Один раз приехал мужик. Я начала тут расспрашивать. Он говорит, бабка, иди отсюда. И все, понимаете? Я их и описать-то, собственно говоря, никого не смогу вам. Но когда мы решили себя проверить на том кладбище, где ее похоронила мама, то оказалось, что в книге регистрацию умерших правления села Курганово она не числится. И мы проверили кладбище. Кладбище небольшое, деревенское. Я там был четыре часа с помощниками. И могилу мы там ее не нашли. А правоохранительные органы в прошлом году получили свидетельство о смерти, что она умерла 21 августа 2020 года. Она лицо подставное, потому что она выполняла чьи-то указания. Но есть такое у нас лицо, Маркелов Олег Валерьевич, юридическая компания «Консул». Хотя он и говорит, что он не причастен к ней, но все фирмы однодневки создавал он. И она говорила, что она его знает. А он утверждает, что он ей в 2017 году делал банкротство. Маркелов Олег Валерьевич все еще работает в «Консуле». Оказывает юридические услуги любой сложности населению. Маркелов Олег Валерьевич на сегодняшний день как бы тоже умер. И похоронили его в Сысерте на кладбище рядом с лесопилкой. Он якобы заболел ковидом. Его увезли в больницу. У него поднялась высокая температура, и он скоропостижно скончался. Получилось, что вы попали в пирамиду, да? Как бы в денежную пирамиду? Ну, было все очень просто. Одна моя знакомая, Шилова Галина Николаевна, позвонила мне и предложила работу. Мы с ней встретились. Она рассказала, что есть такая женщина, Коникова Марина Викторовна. Что она помогает предпринимателям Свердловской области. Сама Коникова представлялась, что она менеджер по привлечению персонала, то есть людей. Но представляла из себя очень серьезную личность. Она очень, во-первых, очень хороший психолог. И она очень грамотная. И 13 декабря 2017 года Галина Николаевна, моя знакомая, я ее знаю по предприятию, где мы работали. Я когда-то работал на мясокомбинате в Екатеринбургском. И вот там я ее как бы знаю. Раньше она работала на РТИ. Ну, в принципе, нормальная женщина, честная, порядочная. И вот она мне предложила вот эту работу. И вот Коникова с ней пришла ко мне домой. И она рассказала, что она выполняет программу президента. Я говорю, ну а что для этого нужно делать? Но она и говорит, что самое важное условие, чтобы у человека была хорошая кредитная история. И она говорит, что нужно пойти в банк вместе с ней. У нее есть свои водители, брат Виктор Иванов и некий Дима, которые ее возили. Я тут же, конечно, и колебался. Но все-таки я ей поверил. Хотя были сомнения, и они были не ошибочные. Эти деньги она все забирала тут же. Но после этого она на другой день писала расписку. Расписку. То, что она у нас деньги взяла. Какую сумму. На какой срок. А через неделю, через две она выдавала договор, который она обязуется выполнять. Ну, было все очень грамотно написано. Расписку о том, что она забирала деньги, она писала ручкой. Там стояли печати. И вы этот договор подписывали. Что было в договоре? Ну, там были пункты, которые она обязуется выполнять. Если в случае чего-то, то есть она должна заплатить неустойку. Потому что она говорила, что деньги вкладывала в предприятия, которые выпускают перчатки, бахилы, бытовые. Но основной упор был на хозяйственные перчатки. Вот там, где я рассказываю в ролике, когда мы ходили к уполномоченным по правам человека, она сказала, что мои деньги пошли в завод, который выпускает хозяйственные перчатки для хозяйственных нужд. Это товар ходовой, и он очень хорошо раскупается. Товарооборот идет бешеный. Сейчас предварительно запричем в контракт с Министерством обороны. Да, поставка у нас, уфу. То есть сейчас будет много оборудования ставить. Но ему тоже нужны деньги. Она говорила, что у нее есть куратор этого бизнеса, Аристарх Ливонович. Мы его так ни разу и не увидели. Мы думаем, что это лицо придуманное. Ну, она очень умела и ловко рассказывала о том, что как у нее все закручено, и все ловко работает, как часы, и прибыли у них хорошие. А взамен она, вот если человек сходит в банк, возьмет кредиты, то от этой общей суммы она сразу платила 15%. Сколько по времени это у вас все функционировало? Это началось в конце 2016 года, в декабре. И это работало по сентябрь 2018 года. То есть в 20 с лишним годах? Ну да, она исправно платила и закрывала кредиты. И когда я пошел к ней на первый круг, она все кредиты погасила. Было все досрочно погашено. Затем, когда кредиты она погасила все досрочно, и она выплачивала деньги регулярно, то есть 15%, и сверх того, она еще ежемесячно платила 10% от суммы, которую ты взял. Вот первый раз она мне заплатила 15%, и ежемесячно она выплачивала 6400, 6400. Спустя какое-то время пригласила меня на второй круг. Конечно, на втором круге мне дали сумму гораздо больше. В банке? В банках, да. И после этого она выплачивала 10% уже гораздо больше ежемесячно. Где-то я получал 8400, помимо 15%. Но она еще просила привлекать людей. Если не секрет, какая это сумма была на втором круге? Ну, была сумма миллион с маленьким хвостиком. Ей брали кредиты по 5 миллионов, она рассказывала. Когда я в конце 17-го года, в начале 18-го вышел на второй круг, она деньги выдавала по паспорту, под роспись. Я писал бумагу, и она вот эти ежемесячно платила 8400. И это все длилось где-то, было все хорошо до августа, до августа 18-го года. Потом в августе 18-го года она сказала, что что-то случилось. Кто-то деньги все перевел в Москву, в московские банки. А мама у Конниковой Марины, Татьяна Николаевна, была бухгалтером. И я когда позвонил им, Татьяна Николаевна говорит, Игорь, что-то случилось, я где-то ошиблась. Но я говорю, а что же случилось? Она говорит, мы не можем больше делать проплаты, потому что все деньги ушли в Москву. И потом они стали говорить, что заблокировалась какая-то денежная карта, что это связано с терроризмом. Произошел форс-мажор. И она говорит, что мы ничего не можем... Нет доступа к деньгам. Но ее мама Татьяна Николаевна мне сказала, очень смешно, Она сказала, кто-то телегу поставил вперед кобылы. Я говорю, Татьяна Николаевна, ну как же так, что нам делать? Ведь банки угрожают, названивают. Но она говорит, потерпите, подождите. Скоро мы всю ситуацию разрулим, и все будет в шоколаде. Как они нам рассказывали, что будете жить в шоколаде. Ну, получилось, вы обратились в СМИ, да, в наши региональные СМИ. Изначально мы обратились на Фрунзе, 74, написали заявление. Но, к сожалению, многие люди не пошли. В общей сложности было привлечено около 100 человек. Но на Фрунзе где-то обратилось около 40 человек. У вас около 70 миллионов. 74, ну где-то можно сказать 75 миллионов. Эта сумма не вся, потому что не все люди обратились. Многие не написали. Многие не написали, сумма может быть гораздо... Гораздо больше. Гораздо больше, да. Дознаватель Андрей Борисович Бачурин где-то около двух лет ввел это дело. Собирал материалы, опрашивал Конникову и ее помощников, которые ей в этом помогали. И когда он собрал материалы дела, там получилось, ну много томов. Он эти документы вместо Ленина-17 почему-то передал 5-е отделение полиции. Это Ленинский район. И там следователи менялись постоянно. И когда следователь проверил все эти материалы, он сказал, что что-то не хватает в этих материалах. И документы они вернули обратно на Фрунзе. Сам дознаватель Бачурин, он сказал, что я собрал 90% материалов и то, что они не возбуждают уголовное дело. Он говорит, я не понимаю, почему они не возбуждают уголовное дело. Мы ходили и на Фрунзе к высшестоящему начальству. И потом были в 5-м отделении полиции на Сако-Иванцете к высшестоящему начальству. Они соглашаются, что это 159-я статья мошенничества. Собокрупно. Да. Но когда мы уходим... Действий никаких не принимают. Да, действий никаких нет. Говорят, что чего-то не хватает. Они тянули, тянули, тянули. Сама Конникова Марина нам говорила, что здесь замешаны московские и екатеринбургские депутаты. Она говорила, что очень много денег уходило в Москву. В 2019 году следователь Кривоносов Андрей Викторович сделал запрос якобы в ЗАГС. И не знаю, куда он там сделал. И ему пришло свидетельство, справка о смерти Конниковой Марины. В том, что она умерла 21 августа 2020 года. Но мы пошли в первую очередь к упаломоченной по порвам человека, Мелезляковой Татьяне Георгиевне. Она пригласила 4 канал. И вот 4 канал по ее просьбе снял ролик, где показали нас. И сама корреспондент Юля с 4 канала ездила, где проживает Конникова Марина. А проживает она в поселке Широкая Речка, улица Новоселов 9. Но они увидели Конникову Марину лежащую. И якобы она очень тяжело заболела. И она уже даже, говорят, даже и не вставала, и не ходила. А только стонала и кричала, что очень сильно она больна. Людям можно как-то избавиться без банкротства? Скорее всего, нет. Есть вариант, что она может захотеть добровольно вернуть деньги. Я обращался в кое-какие газеты. Я обращался в «Комсомольскую правду». Я обращался еще в одну газету. Но они сказали, что им этот материал не интересен. Единственное, кто еще сделал материал, это областная газета. Станислав Мищенко про нас написал статью. И еще сделала наша местная газета. И там было написано по программе президента, как говорила Конникова Марина Викторовна. А Мерзвякова на этом тоже, да, она на этом все остановилась? Ну, нет, она обратилась в правоохранительные органы. Она обратилась на Ленина-17. Но она ведь тоже, у нее есть свои определенные ограничения. Она говорит, я обратилась в правоохранительные органы, в Министерство внутренних дел. Но, говорит, они... Разводят руками. Да, что-то вот какая-то непреодолимая сила. Да, да, кто-то мешает. Что-то или кто-то мешает. Да. У меня на Ленина-17 работает знакомый, не буду его назвать имя. Он работает по мошенникам. Он мне говорит, Игорь, обратись к депутатам. Я говорю, а кому? Он говорит, обратись в Справедливую Россию. Справедливую Россию обратился. Но я так подумал, а почему только в Справедливую Россию? Я обратился во все четыре партии. Коммунистическая партия, ЛДПР, Справедливая Россия и Единая Россия. Коммунисты не помогли, ушли от ответа. Даже нашу жалобу потеряли. А Справедливая Россия, ну, дали совет, чтобы мы писали жалобы по 143-й статье Уголовного процессуального кодекса Российской Федерации, так как по этой статье жалоба рассматривается в течение трех-десяти дней. Я позвонил в Единую Россию, и они меня выслушали и сказали, пришлите нам жалобу по электронке, мы ее рассмотрим. Но я им также, и в ЛДПР выслал жалобу по электронке. И я, к своему удивлению, получил ответ от партии Единая Россия. В большом таком конверте они написали, что в 5-м отделении полиции Кузнецов, начальник следственного дела, чтобы он продолжил проверки по нашему делу. Но сейчас на данном этапе дочка, старшая Алена Маринина, взяла номер телефона. И сейчас, если начинаешь им звонить, то там срабатывает автоответчик. То есть они с нами не разговаривают, не связываются, игнорируют. Да, но они, конечно, слышат, что им там говорят в ответ, но они всего слушают. Они, конечно, тоже боятся, но как бы тоже им интересно, а что же будет дальше. Потому что ситуация зашла в тупик, а банки говорят одно. Раз вы связались с мошенницей, добивайтесь от правоохранительных органов 159-й статьи мошенничества. И тогда они аннулируют ваши клиенты? Они не то, что аннулируют. Мы получим статус потерпевших, а у нас этого статуса нет. То там смягчающее обстоятельство в нашу сторону. Но мы уже на возвращение денег не надеемся. Мы надеемся, что правоохранительные органы все-таки проверят факт смерти Конниковой Марины. И все-таки будет возбуждено мошенничество 159-я статья. У нас очень большие сомнения, что Конникова является инвалидом, потому что с таким диагнозом... В данный момент она вообще является... Умершей. Умершей. Да, умершей. Но дело в том, что это в силах правоохранительных органов. Они только могут проверить вот этот факт. Но они не проверяют. Сколько бы мы ни твердили людям, они все равно верят в какие-то чудеса, верят неизвестно кому. И вот сейчас это сложнейшая история. Наш специалист готовила сегодняшний прием, и она посчитала, где-то 72 миллиона рублей люди должны банкам. Это где-то 96 человек, которые мы знаем. Сейчас дело находится в производстве городского управления внутренних дел. Действительно, еще никаких невозбуждений, ничего нет. Но, на мой взгляд, все-таки надо своевременно посмотреть, кто и как втянул в этот бизнес Конникову. Посмотреть, кто за этим стоит. Конникова – это женщина, которая организовывала все это. Да, кто за этим стоит. И мы договорились о том, что в понедельник этих людей примет Светлана Васильевна Кузнецова, прокурор города Екатеринбурга. Но мы тоже не будем оставаться в стороне. Посмотрим за ходом того, как пойдет расследование. Возможно, все-таки с учетом того, что реестр можно составить, люди дружно организуют группу. Если удастся выйти на следы тех, кто увел деньги, то можно вернуть. Вы понимаете, я вот здесь произнесла фразу, что у меня еще есть надежда, что она постарается вернуть эти деньги. Как? Как правило, если предлагают добровольно сказать, где деньги, вернуть какую-то часть денег, пойти на сотрудничество со следствием, то уголовного дела здесь удается избежать. Ну, по крайней мере, возможности лишения свободы удается избежать. Я очень надеюсь, что сейчас все-таки этот инструмент начнет работать. Ситуация осложняется тем, что, насколько я понимаю, Конникова находится сейчас в тяжелом состоянии здоровья, и фактически разговаривать с ней невозможно в силу, опять же, ее физического состояния. Я еще раз хочу сказать, что надо немедленно, пока она вот в таком состоянии, все-таки выяснить, кто является заказчиком вот этой всей схемы. Кому она отдала вот эти деньги, которые, как они говорили, передавала, как мать ее говорит. Я... Люди не очень верят, что она очень больна. Ну, то есть, всякое многое, что нужно проверить, это обязательно. Кстати говоря, вопрос тоже, почему ее состояние здоровья так резко ухудшилось? Потому что наш репортер был там на съемках, и вот у наших коллег ощущение, что действительно женщина в тяжелом состоянии. Почему ей так резко стало плохо? Ну, ладно, это все следствие выяснить. А я бы хотела сказать следующее, почему я вам благодарна за это, ведь следом за этой историей у нас еще одна, появляется одна история, которую тоже мои сотрудники вот сейчас смотрят, вычисляют. Мы, наверное, на этапе раннем достаточно сможем ее приостановить. Первое. Я бы хотела, чтобы люди очень осторожно относились к любым вкладам своих средств. Только в банке, который имеет лицензию, только в банке, который имеет страховку в случае того, что банк разорится, его обанкротят или так далее. Вот все время об этом говорю. Почему не верят? Вот они пришли, и многие говорят, вот мы вот вас, вам доверяем, мы вам верим. Ну, вот сегодня, когда я вам всем говорю, я бы хотела, чтобы люди сказали, мы вам верим, и больше никогда не пойдем в любые эти будки. Вот она там, часть людей вообще в какой-то... Да, часть людей ведь получала в микрокредитах деньги, чтобы отдать ей. Это вообще уму непостижимо. Вообще в целом в 23 банках у людей займы, и банки не будут вести себя мягко, насколько мы знаем. Нам еще и это предстоит нашему коллективу, чтобы какую-то реструктуризацию посмотреть, как мы будем... Кто-то, наверное, все-таки постарается рассчитаться. Очень сложная история, мы обязательно будем следить за ними. Не надо успокаивать, вот нас юристы, этих людей успокаивают, ничего страшного не случится, мы вас обанкротим, как физических лиц. Вы знаете, банке очень тяжело. Что такое мы сделаем обанкротство физических лиц? Она все равно будет вынуждена где-то искать возможности и как-то рассчитываться. Поэтому легкого пути не бывает. Мы надеемся, что вы поможете этим пострадавшим в этой истории. Спасибо большое. Я единственное, что не обещаю никому, что все это дается легко. Пожалуйста, послушайте меня и никогда не гонитесь за легкими деньгами. Их не бывает, наверное. Спасибо большое. Мы напоминаем, на студии была уполномочена по правам человека Свердловской области Татьяна Мерзлякова.